здравствуйте друзья у меня такое сегодня очень деловое видео маленькое мы хотим в нашем офисе создать позицию такую аутсорсинг куда-то и вот туда на страну у нас есть одна на самом деле у работает с украины и выполняет всякие социальным сетям вместо меня пишет иногда комментарии там видео ставит и так далее вот но в данном случае мы хотим создать еще одну позицию которая будет таким образом значит функционирует у нас есть какое-то количество студентов и они делают тесты письменные эти тесты над проверять и домашние задания над проверять то есть мы мы как-то все думали как бы так сделать чтобы проверять домашние задания но получается что дорого очень и вот и поэтому возникла идея вот вынести это куда-нибудь туда в офшор и проверять домашние задания потому что получается такая история что если их не проверять то их как бы и мало кто делает вот такая интересная ситуация вроде бы так странно с одной стороны вроде и деньги чек заплатил и все но не делает поэтому вот такая у нас возникла потребность и задания эти и контрольные вот эти которые они там делают тесты пишут это все в области тестирования больше того у нас будет существенный значит упор сделан вот в этих всех вещах на проверку заданий по автоматическому тестированию то есть скрипты там они будут писать поэтому человек который будет это делать проверять конечно проверять там скрипт допустим или там какие-нибудь там тест кейсы намного проще чем например самому их написать правда значит так как бы есть с чем сравнить там и тогда есть вариант правильно выполнять но тем не менее все таки нужен человек первое технически подкованный имеется ввиду что если он технически подкованный то он может быстро подхватить ту специфику вот который у нас есть с этим совсем и человек должен быть английско общающимся то есть он должен быть не только в состоянии прочесть то что написали что тесты все на английском люди пишут все на английском но там если которые не говорят по-русски тоже у нас половина школы это люди которые по-русски не говорят там из индии в основном но и из разных мест других поэтому вот такая вот такая позиция то есть чек должен быть еще раз технически подкованным желательно чтобы уже сразу из тестирования тоже подкованным но не обязательно это можно быстро подхватить он должен быть англа пишущим вот может быть не говорящим но пишущим и читающим и он должен иметь доступ к сети хорошей да то есть так чтобы у него все было путем и что еще это достаточно свободные как бы часы кто смысле что это может быть утром вечером там и так далее мы мы не имеем никаких в этом смысле там предпочтений но эта позиция фулл-тайм это не то что можно делать два часа или там три часа это настоящая фулл-тайм позиция там человек будет нагружен на всю катушку вот если ему не хватит там какой-то момент тестов мы найдем чем его еще загрузить вот поэтому такая такая вот история значит я я не знаю честно сколько там в каких местах там считается нормальными деньгами для человека такой квалификации но я не знаю ну 500 ну 600 ну там 700 до 1 но в месяц такого уровня то есть каждого за больше можем могли бы тогда здесь начинать искать где-нибудь там вот на местности я бы так сказал то есть есть люди которые за больше мы здесь сделали эту работу просто дело в том что не хочется же там ну скажем цену повышать на курсы правильно поэтому как-то хочется сделать минимальный минимальным каким-то расходом но который имеет смысл для того кто это делает безусловно нет нет такой задачи чтобы человек там который для нас работает чтобы он почувствовал что им там недоплатили там или что такой задачи нет это некая идея которую меня сейчас есть в голове и я не знаю тонкостей и в общем то совершенно не ну как сказать совершенно не прорабатывал вот просто идея была мы ее обсудили на уровне того что неплохо было бы вот чтобы кто-то для нас эту работу делал я со своей стороны думаю что может быть это было бы очень здорово для человека у которого может быть инвалидность он как бы ограничен своей возможности работать на на обычной нормальной работе он как бы делал бы эту работу из дома и как бы решая сразу много вопросов которые так просто может быть не решишь вот ну как за пределами удаленной работы до поезд дома поэтому может быть так я не знаю я думаю что если бы если бы был человек как бы с ограниченными возможностями который заинтересовался бы я я со своей стороны считал бы что мы сделали там совсем хорошее дело я знаю что есть ребята которые в таком положении они очень технически они изучают и разбираются и им ну в смысле там технические вещи изучают языки программирования им сложно с работой вот вот такая 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 есть позиция в общем если кому то интересно то напишите в личку на ю тубе и там там у меня ничего не пропадает и так аккуратненько все лежит и пообщаемся если что я ближайшие две недели буду как бы сказать физически лимитирован в общении там силу разных причин вот но за пару недель мы там под соберем а где-нибудь середина декабря начнем уже такой предметный разговор ну вот наверно все счастливо